Доброе утро. У нас утро начинается с завтрака. У нас ром-сервис. Нам принесли прямо в комнату. Отбиваем мы стоимость номера завтраком. Ну так, рублей на 300 здесь как раз и потянет. Алло, парата? Да, парата с картошкой, сэндвич с сыром и с овощами. Ягодицы в тонусе 8, 9, 10, 11. Немножко пританцовываем, кайфуем. Идет второй круг. Многие заметили, что в Индии я немного поправилась. На индийских лепешках и рисе это очень быстро происходит и незаметно. И поэтому на ближайшие полгода я поставила себе задачу похудеть, избавиться от этих лишних килограмм и подтянуть свои мышцы. И сейчас для меня самый лучший вариант – это домашние тренировки с лучшими тренирами на платформе FitStars. Я уже занимаюсь около месяца и есть уже результаты. Отмечу мои любимые тренировки – это на похудение. Называется «Новая жизнь» с Михаилом Прыгуновым. И также все тренировки на ягодицы дают суперэффективный результат и очень быстро подтягивают мышцы. На тренировку нужно всего от 7 до 30 минут в день и никакого дополнительного оборудования. На FitStars есть более 1200 тренировок по 70 программ. Есть программы на растяжку, похудение, зарядка, фитнес, зумба, пилат, йога и многие другие. Все программы подходят для новичков, не требуют какой-то особенной подготовки. Также на платформе есть раздел с питанием, полезными рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, тренировки не менее важны, чем полезное питание. Я себе оформила безлимитную подписку и вам советую. Все тренировки огонь! Я буду делиться своими результатами. Также на платформе появились тренировки для детей от 3 лет и это отличный способ приобщить ребенка к спорту. Только неделю по промокоду PILOT скидка 70% на все тарифы платформы FitStars. Безлимит всего за 4485 рублей и это гораздо дешевле абонемента спортзал. Поэтому я вам рекомендую именно безлимитную подписку. Один раз платите и можете заниматься хоть всю жизнь. Присоединяйтесь, будем заниматься и худеть вместе. Ссылочку мы оставим в описании под видео. Садись, моя красотулечка, поехали. Покачу. Ну давай, прокати меня. Давай, сделаем все красиво. Поехали. Увидели какой-то старинный храм? Или что это такое? Не знаем, как к нему попасть. Здесь входа нет. Ух ты какие! Улочки здесь интересные. Вот здесь нет работы. А, да, смотрим, так нет работы, да? Вот код, да? Скорее всего, вот он. 1748 года. Мы надеемся, что это вход. Опа, подкрыто. Прическу надо тебе сделать. Сделай, чтобы красиво у меня там все было. Почему ты не смотришь на зеркало, уже два есть? Так у меня нет зеркала. Два на мотоцикле. Смотри, это кладбище, Даш. Это кладбище? Ну да, это могила, видишь здесь? Ой. Здесь никого нет. И вот, посмотри, весь внутренний двор, кладбище. Кладбище, могила. Так, все, пошли. Пойдем, пройдемте, посмотрим. Гляньте, какое-то же древнейшее кладбище. Пойдем, вон, чуть-чуть посмотрим. Гляньте, какие построены классные. И прямо в самом центре города. Это же уникальное место. Попали мы на какое-то древнее кладбище. Здесь кругом вот могилы и вот такие красивые здания. Это, наверное, склепы. Прямо в самом центре города находится вот это кладбище. Да, это тоже, видите, склеп такой. Здесь вот три могилы в одном из склепов. Даш, ну такого мы с тобой не видели еще. Запахан здесь такой. Прямо этими палочками. Ну, такой одеколоном, в общем. Я сегодня утром, перед тем, как выходить, посмотрел различные путеводители по этому городу. И ни в одном из путеводителей я не видел, что есть здесь вот такой кладбище. Вот они, палочки. Видите, поэтому и запах здесь такой вот. Благовониями. Тоже какой-то огромный, огромный склеп. Так, давайте еще сюда зайдем, посмотрим, что здесь. Ого. Так, а здесь, я так понимаю, из-за чего-то изображение. То есть, это человеческая статуя, но почему-то ее накрыли одеялом. Скорее всего, это мусульманское кладбище, потому что я вижу, такая арабская вязь на одном из покрывал. Посмотрите, насколько вот это древнее строение. Камень уже такого черного цвета. На нем такая искусственная, резкая. Я его всегда прям отвечаю. Когда новая, это уже как-то не так сделано. А это прям видно, что старая, она такая уже кое-где посыпалась. Ну, тем больше, тем круче она смотрится. Между прочим, это очень старое кладбище, на котором похоронены цари династии Баби, и они правили этим городом. То есть, здесь прям целая династия похоронена. Такое красивое кладбище им сделали. Ну, уникальное, конечно, место. Мы таком еще не посещали кладбище царей. И что удивительно, здесь вообще никого нет, казалось бы, да, такое место. Ну, по крайней мере, знаете, конечно, да, это не такое место, чтобы его посещать. То есть, оно не туристическое, скажем так, но оно очень красивое здесь, очень красивое здание. Ну, это 18 век, как бы не такой старый, да, 1748 год. Ну, тоже уже 300, почти 300 лет кладбище. Там даже кто-то живет. Живет на квартире, конечно. Ага. Намасте. Как ты? Ты живешь здесь? В твоей комнате? Она красится. Она говорит, это мой дом. Это твоя комната, да? Она говорит, вот моя комната. А то ничего себе комнатуха. Неплохо, неплохо. Она говорит, можешь пройти? Сейчас пройду, посмотрю. Так, поскольку меня приглашают, надо зайти в чей-нибудь дом, да, посмотреть. Иди, даже сам. Пойдем посмотрим. Мы никогда не отказываемся, когда нас гости приглашают, чтобы посмотреть, как живут люди. Посмотрите, здесь прям красиво, все. Большой дом. Намасте. 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 А, у вас есть вторая комната? Руфтор. Руфтор. Викенд? Да. Даже лифт есть у них. Во, 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 полегче. Слушай, это, мы без искотов, но... Я не могу сказать индийский язык. Индий? Нет. Ача. Ача. Чало. Хачало. Апкинаб. Ясмин. Ясмин. Меня зовут Александр. Мой ваг Дарья. Дарья. Что это страна? Россия. Апкисигу. 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 Хай. Глянь тут, какая большая семья живет. Это, наверное, соседи уже. У нас без приключений не обходится. Хай. Пойдемте, выйдем на крышу, посмотрим сверху на кладбище. Вот так вот прогулка на кладбище закончилась тем, что мы попали к людям в гости. Так, пока там Даша разговаривает с местными жителями, я посмотрю на вид сверху. Так, ну что, замечательно, я вам хочу сказать. Очень, да, такое прям впечатляющее кладбище. Казалось бы, да, это странно звучит, но действительно здание здесь очень красивое. Пойду на помощь Даш, ее там уже атаковали с вопросами. Даш, я вернулся к тебе на помощь. Хай. Мой брат. Мой сестер. Мой сестер. Не, не знаю. Не, не. Хай. Не, не. Пойдем, смотри, следующее. Да, зато не соскучиваешься, это говорит. Вот, говорит, садитесь. Не, мы только видим. Вода? Нет, спасибо. Посмотрим, поэтому мы уже с Дашей знаем, если, грубо говоря, сейчас за стол могут посадить и все затянется. Да, сколько комнат у них, смотри, здесь. Везде навалены подушки, много всяких тканей, кухня, kitchen. Еще хотим выше подняться. Слушай, мы сейчас, знаешь, как будем на каждом этаже останавливаться, знакомиться о себе, пока до пятого доберемся. Это такой некий уровень, порой еще надо пройти через все этажи. На каждом этаже людей прибавляется в лифте, мы продолжаем. У нас большая компания. Так, следующая, следующий этаж, новая семья. Привет. Новая семья. Моя брата – мать. Моя брата – мать. Моя брата – мать. Моя брата – мать. Три братья. Три братья у нее. Три, четыре, пять. Чисто все, ничего лишнего нет. Так, это мы сейчас на четвертом этаже, это мы в каждую, в каждую семью заходим, братьям и сестрам. Привет. Привет. Ну все сделано одинаково. Вот здесь кухня, комнаты. Самая аккуратная комната. Обратите внимание, так очень. Да. И на кроватях подушки не навалены. Пойдем еще смотреть дальше. О, типа вид на город. Ага. Мы с другой стороны, значит, смотрим. С одной стороны кладбище, а с другой стороны вид на город. А вот тут тоже, смотри, какой старинный зал. Опа, это хавели какое-то старое, да? Да. И гора священная. На которую мы вечером пойдем. В каждую семью, блин, заходим. Это очень красиво. Это у них такая большая семья. Пять, опять же. Пять братьев и, соответственно, их жены. Папы. Папы. Привет. 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 Как раз мы можем посмотреть, кто как живет. Привет. Дарья. Дарья. Да. Александр. 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 Да. Давай, давай. Пойдем дальше. Сейчас я тебе показываю. Так, здесь тоже кухня. Китчен. Привет. Так, это самый маленький член семьи. Даши почему-то все время дают маленьких детей. Я не знаю, с чем это связано. В чем это такой индийский прикол. Он мокрый. Да, я это вижу. Спасибо. Так, надеюсь, мы доберемся сегодня до крыши. Все, добрались мы до цели. Поднимаемся на крышу. Даш, давай попробуй, Даш, подняться вот сюда, Даш. На самый, на самый верх. Пойдем посмотрим. Даш, тут можно пройти, кстати. Ага. Все, четенько. Хоп. Даш. Идешь? Да. Давай. Так, вот тут надо осторожно может быть голоси. О! О! Вот. То, что мы хотели увидеть. Вид на город и под нами кладбище. Ну, я думаю, вы поняли, да, насколько здесь оно масштабное и красивое. Пришли посмотреть кладбище, а по итогу попали. Казались в огромной семье индийской. Опять посмотрели мы, как они живут. Причем сразу пять семей, да? Да, да. Разведывали. Сразу пять домов посетили. Бай-бай. А, ну вот тут пройдете. Все. Говорим, до свидания семье. Все индийские, они нас все провожают. Бай-бай. 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 Они говорят, а где ваш байк? Мы там. Так, все, нам надо уже идти. Потому что, знаете, как все это интересно. Можно сидеть. Они нам говорят, давайте мы с вами поедим. Сделаем вам чай. Им как бы тоже интересно с иностранцами там посидеть, поговорить. А нам как бы нужно еще очень много посмотреть в этом городе. Это другой вход, наверное. Да, нам надо какой-то другой вход искать. Пойдем. Все на реставрации, к сожалению. В этом городе есть все-таки очень красивые мечети. Да, и к сожалению, они сейчас на реставрации. Но все равно, можно посмотреть. Да. Можем увидеть все из культуры. У меня есть фото. Только одного. Фото и приезжай. Да, да, да. Всегда, никуда? Только здесь. Только два минуты. Су-минус, окей. Да, да. Спасибо большое. Как жалко, реставрируется вот такая красивая. Это мавзолей-мечеть. И даже можно было раньше прям подниматься на минареты по лестнице, которая снаружи, а не внутри минарета, как это обычно сделано. Очень классная мечеть, прям очень круто. Вот я такую, наверное, мечеть вот именно внешне красивую впервые вижу. Скажи, очень здорово. Сказочная такая, очень красивая. Как будто прям как игрушечка такая. Мужчина подошел и сказал, что это не мечеть. Мечеть рядом, получается. А это гробница. Ну, мавзолей, получается. Очень красивая. Так, ну все, посмотрели две минутки. Здесь идет реставрация. В Индии вообще все активно реставрируется. Сказали, что откроется здесь только через 4-5 месяцев. Так вот. Вот мечеть, которая действующая. Но в ней тоже проходит реконструкция. И мы туда не пойдем. Вот, кстати, рядом вот с мавзолеем и мечеть есть еще вот такое здание. Оно вот такими шариками с куполами красивыми. Это тоже мечеть. Какое-то еще вот здесь старое здание. Вверху написано The City High School. Ну, это какая-то старая школа. Но, наверное, она уже давно и давно не работает. Судя, знаешь, по вот этим вот круглым отверстиям, это такая школа с каким-то католическим уклоном. Или, может быть, просто узоры такие. Ко мне пришли дети, просят деньги. Хала-махала. Ахалай-махалай. Хала-махалай. Ахалай-махалай. Какое-то. Конфетки какие-нибудь купят. Печенье, надеюсь, в трубе можно купить. Печенье можно купить. Да. Вон, она делится, смотрите. Она им разделила. Она отдала ей часть денег. Молодец. У меня мелочи, по-моему, больше нет такой. Нет? Есть? Ей, да. О-о-о. Давай. Маленькому дай, говорит, маленькому дай. На. Всем по чуть-чуть, окей? Ты счастлив? Это ten big, big rufi. Я тебе дал уже десять. Все, финиш. Все окей. Я в Таиланде. А, Россия. Россия. Хорошо? Хорошо. Россия. Обычно, когда люди местные видят, что подходят бедные и начинают просить деньги, они всегда подходят их и отгоняют. И вот мужчина пришел, хотел их разогнать, а он сказал, что все окей. Мы уже научились, как договариваться с бедными. Просто чуть-чуть даешь денег, они счастливы и все уходят. Да. Так, дети нам помогают. Спасибо. Спасибо. Все. Видишь ли, тут я себе целую мафию, просто кульковлю. Да, да. Все. Вот так. Все, бай-бай, бай-бай, бай-бай. Бай-бай, бай-бай, бай-бай. Мы ехали по дороге, Даша говорит, там такая арочка и люди сидят, пойдем посмотрим. Да это чей-то дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Это дом, я думаю. Что это? Это дом? Панчан. Панчан? Панчан? Да. Это религия, это религия. А, религия. Россия, 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 Путин Нам предлагают еду, взрослые всегда подходят Мы с тобой не показали, как мы кокос употребили Один был кислый, другой был сладкий Так, мы доехали до форта Написано, что форт Клост Фо Визитор Реставрационные работы Так что, походу, попасть нам в форт не удастся Что за напасть сегодня, да? Сходим, сходим, узнаем Давай, как ты меня учила В общем, заходим, типа такие, ведем То есть, нам говорят, что нельзя Сразу начинают с тобой говорить следующее Мы не знали, что у вас не везде ходить можно У нас везде можно Да? Да А нас поймают с тобой? Да почему поймают? Пожопинай Дадут Клоус А вот этот Ади-кади Клоус? Андер Тоже? Нет, нет, Клоус Это темпл Ага, вы можете дойти до темпл и обратно Темпл Темпл? Хочешь что-то посмотреть? Ну, глянь Надо же, а Что творится? Все, вот, говорит Только можете темпл посмотреть Дальше там убить Смотри, уходит Ну, темпл тут ничего интересного А дальше вот идет форт, да Город целый в форте Это годишка Годиш? Только там сказал Темпл годиш Я что-то не так понял Слушай, мы сегодня Вот так в этот город ехали Прям с таким Прям рвением Только посмотрите И все закрыто Мальчик, не сигнал, пожалуйста Не сигнал Очень по ушам ведет Биби, 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 биби Прямо шутки разрывает Вот так Спасибо Тут арка Такое-то очень громко получается Красиво, эта архитектура такая Мужик как коровку гладит Дай пройдем в них Какая ласка Посмотрите Мы впереди видим Очень прикольное здание Как этот стиль называется Неоготический Неоготический Нашли возможность подняться На один из этажей Ну, по всей видимости Это какая-то старая церковь Сейчас она уже не действующая Здесь сейчас Ее Прихожане Это щенки Смотрите Тут живут щенки Привет Сколько вас много Так Это какая-то крыша Фу, мочой воняет Да, здесь собаки живут Дверьма собачьего Вообще капец Так, Саша, осторожно там ходи Сегодня у нас обед Бананами И чаем Вот в таких стаканчиков Под названием Наперсочки Это чиферочек С бананчами Попа не слипнется Чай сладкий Банан сладкий Даже еще ни разу не было Чтоб попа слипалась Это все Где-то такое выражение Ты думаешь, это неправда, да? Нет Если ты так боишься Можешь с маслом смазать Казань ест банановые шкурки Вот это вот да Вот это вот это еда Она как будто сменого какого-то ест, да? Кто-то хотел узнать Нет, я не понимаю Одик, оди Одик, оди А, одик, оди Куда? А, close? Close now А, одик, оди, close Close Короче, не получилось нам попасть в форт И колодец там древний посмотреть Вот детишки нам подсказывают Смотрите, сколько много Даже несмотря на то, что мы попытались заехать с другой стороны Объехали весь форт Но попытка увеличалась провалом Саша, у тебя тоже прическа пальма Панк-рок, хэви-метал Пилота окружили Окружен, Саша, ты окружен Смотрите Я им показываю Мне мама видео прислала А я им показываю Снега, сколько Мы делаем фотографии Большая семья Биг Фэмили Для видео Все меня это окружили Сейчас мы еще вот такой сделаем Все больше и больше С каждой минутой Да, да, да Откуда-то неоткуда, да? Вот стою, стоим Так люди больше Больше, как будто бы себе Вот еще девушка Все, поехали Бай-бай-бай-бай Бай-бай-бай Заряжают просто какими-то эмоциями положительными Всегда Заряжаешь к ним улыбки, позитив У них какое-то веселье Просто праздник происходит Когда мы к ним заезжаем Очень круто Покупаем еду для обезьянок Уже дядя знает Что здесь мартышки Люди покупают им еду Он нам спросил Вы для обезьян? Мы говорим, да Берите вот эти И все нам всыпает в пакет Пакет печенья Спасибо Давай в рюкзачок И будешь потихонечку доставать Иначе, если мартышки увидят целый пакет Они могут просто из рук выхватить Ага, вот здесь говорит Кормите Здесь не надо Вот Мамашка пришла Сисястая Да Ну тебе что, все, что ли? Все, мы забрали Давай теперь другим Так, малышам Сначала, видишь, он взял себе три Аж целых Так, ну на Да, глянь, ты посмотри, что делать Да, да, да На, быстрее тебя, малыш Все Так С малышом, глянь, вообще с маленьким С маленьким Ой, ты что за руки-то мне так хватаешь? Она говорит, прям Набирает, набирает На Еще сзади она пришла Еще бежит Сразу захват Смотри, смотри, даже полезла на эту На мамашку, наверное Мы пришли на дамбу Водохранилище, наверное Тоже одна Из достопримечательностей Да Здесь Что радует Вода чистая Нет мусора Берегут здесь водохранилище Даша говорит, здесь чисто Посмотрите на другой стороне Сколько мусора Вон там вообще Какое-то скопление Бутылок, тарелок На всякого дерьма Мы прикармливаем рыбу Так, дашь, ну давай-давай Прикорм покидай О, заплескалась Перешли мы на другую сторону Водохранилище Здесь вот такая Дорожка вдоль джунглей Каменная Кругом сухие листья В перемешку с мусором Обезьян Не замечено Но мы не пойдем туда дальше Пойдем обратно по мостику И Будем уже продвигаться К нашей основной цели Саша решил попить лимон джус Вот нам говорили, что там, где используют лед Лучше это не пить Но можно было попросить безо льда Может попросить безо льда? Да уже поздно Ну ладно, ничего страшного Я думаю, что все должно быть Просто нужно было попросить, чтобы лед не добавляли И перец тоже А вот здесь А, свитно Ладно, смотри Открывает газировку Так, опять По полной программе Сыпется перец Приправы все различные Чтобы тебя удивить Да? Ты думаешь, что это специально для меня делается? Побольше перчика Там соль Это не перец Это соль Черная соль Вот эта со вкусом канализации Потом лимон И сейчас добавляется лимонад Ну знаешь, выглядит это ужасно Ну, по крайней мере Пена, короче На воде, знаешь Эта пена образуется Там от моря Как вам такой напиток? С пенкой где? Я думаю Ну ты хотел То ты пей Чудо-коктейль Стоится Вон только нах И забер А то Саша идет Я хочу Я хочу Вижу, что очень часто Такая штука продается И мне было интересно Мне кажется Им какую-то другую делают Знаешь, короче Это такое Кислое Соленое И вот с этим С канализацией Со вкусом Как будто ты С канализацией пьешь Посмотри По цвету такая же Да Какая вкусняшка Ну, давай представим Что это квас Ну, ты представляешь Представляешь Ладно, я попробую Так уж, чтобы Меня не стошнит Ой, мне кажется Не смогу Ну, это кисло Без сахара Он сахар же не добавил Кислый Лимонад Просто обычная Содовая Какая минералка Да, наверное Без всего Добавим лимон И вот эта соль Со вкусом канализации На сегодня день Кормления мартышек Да, просто А вот еще маленький Маленьким лучше не давать Они маленьких путают Не, ну если всем раздал Кто опоздал Опоздул А еще есть? Все? Намастя Золотые кареты Красивые какие Приближаемся к священной горе Гернар Поскольку, чтобы подняться На эту гору Потребуется весь день Есть еще вариант Подняться на канатной дороге Но, насколько мы знаем Она вроде бы как И не до конца поднимается Но мы сейчас посмотрим Насколько получится Подняться Проходи Держи камеру Держи камеру Обыскивай Проявили у нас досмотр Причем даже Оказывается Нельзя воду Проносить в бутылке Но мы все-таки Добазарились И оставили воду В рюкзаке Кольку стоит? А теперь сколько билет стоит? How much ticket One person? Я даже никого не понял Сколько? How much? Seven hundred Seven hundred Семьсот рупий Вот так и расходуются Денечки Что это такое? Что, тест что-ли будут делать? Да? А что, он платный? А? А здесь тест? Тест корона? А он на три? Три, три Ладно, окей Прикинь, блин Тест, чтобы съездить на этой И как это все будет выглядеть Дашь, ты его поснимай И вообще Это интересно Ладно, блин, тест Все, тест готов Так, мне тоже будет Дашь тебе сколько? Акаро Так, а я Мы сдали тест Непонятно зачем То есть, как раз Ну, даже если у меня и ковид Да, все равно Я-то сейчас иду Да, что там будет Потом Это уже не важно Но что самое интересное Через час Сейчас канатка закрывается Поэтому у нас совсем мало времени Остается Ну, пошли Проходим антификацию В общем, здесь все так как-то Запутанно и непонятно Кафе есть тут Здесь очень интересная, кстати, канатная дорога У нее угол такой очень жесткий прям Чуть ли не вертикальный Мне страшно Уже никого нет Мы последние, наверное Успеем подняться и спуститься? Не знаю Ждем Свободный вагончик Только у нас сейчас будет полный романтик Мы вдвоем будем ехать Кайфовать с тобой Можешь даже секосом заняться Да хоть тебе боятся Ты же смелая девочка Ну что ты, правда Ну, глянь, боишься Слюни текут Ну что? Будет неплохо станет Я что-то раз переживала Я не переживаю Ну что ты переживаешь Не знаю Итак Мы в вагончике Погнали Разгоняемся Иии Погнали Наши городских О, на ту гору Нам надо будет подняться Видишь, когда же плавненько Плавненько Мы поднимаемся Знаешь, никакого страха нет Скажи Никакого страха нет Так, ну Вид так себе, я хочу сказать Как-то суховато Прямо в буквальном смысле слова Пожухшие листва внизу Неживописно Мы проезжаем То место Откуда можно Видеть Дорогу По которой Люди поднимаются Пешком Мы еще Поспрашивали людей Говорят Люди сказали нам Что 4-5 часов Идти по вот этой Лестнице Наверх Ну это так, знаете Погулять С утра вышел И вот как раз Полдня будешь подниматься И полдня спускаться Обратите внимание Смотри Вот трос, да Вон он стол Тут пропасть Под нами И следующий стол Я такого еще не ездила Только вот здесь Представляете Уже практически На самой горе Это капец Как страшно Мне страшно А тут вот еще у нас появился Водонем Орел летает Слушайте Ну корол Круто Конечно Тут они заделали На такую гору Очень круто Час вид вообще Мощный Конечно Открывается Мы на высоте Орлы летают Кругом Тут очень много Храмов Это священная игра И здесь Ходят паломники На эту гору Раньше не было Канатной дороге 5 тысяч ступенек 5 часов Подниматься И получается Набор высоты 1 километр То есть Прям прилично До сих пор ходят пешком Потому что Канатная дорога Это не бюджетная 700 рублей Человек Ну уже вот Практически приехали Мы прибыли Давай Моя Дорогушечка Выходи Намасте А вот На Даша Ну что прокомментируй Холодно тебе здесь? Да, я, кстати, думал, что будет холодно. Мы даже курточки с собой взяли. Ой, озеро сердечко, смотри. Видишь сердце? Ну, почти. А вот на верхушках гор тоже храмы стоят, надо них пешком еще придется пройтись. При желании, кто хочет подняться. Это самая высокая гора в штате Гуджарат. И самая священная. Вот здесь какой-то в центре храм находится. А здесь стик для манки? Нет, нет, нет. Трекинг? Нет, трекинг. А, они пешком, так ли, пойдут? Да, вниз? Они, наверное, вниз пойдут. Не, они, наверное, вниз пойдут. Вы пойдете вниз? Да. Мы сейчас посетим на улице. А потом, может быть, полтора часа, мы пойдем вниз. Он, знаешь, говорит, типа поторапливайтесь, а то не успеете на эту, на канатную дорогу. Да. Да? Да. Намасте. Намасте, Саша. Мы решили немножко пройтись и, возможно, поднимемся на эту гору. А может и нет. Сейчас по времени посмотрим. Сейчас нам откроется вид с другой стороны. Ух ты, там еще один есть храмик. Даже не видно к нему дороги. Не вижу, люди там ходят. Слушай, вот это мы с тобой опять за что? За сколько мы добежали-то? За сколько? Семь минут. Да, девять. Мне показано. За девять минут. Вот они, баклажками кидают. И поэтому и говорят, чтобы пластик, видимо, не таскали. Угу. Чтоб не бросали. Хотя эти ж продаются снеки. Смотри, а лестница теперь вниз пошла. Это теперь, чтобы туда перейти, на другой храм, нужно пройти здесь. Да, вон там и к тому храму будет лестница. А потом наверх. Сейчас надо будет спуститься, а потом заново подняться. Ну, хорошее место. Не только для тех, кто религиозен, но и тех, кто спортом занимается. Можно прийти сюда от храма до храма побегать. Прям спортом заняться. Такое, как трек. Трек от храма до храма. Видишь, какие тапочки деревянные? Раньше в таких ходили. Здесь прям вид на закат открывается, но канадная дорога закрывается на час раньше. Либо оставаться и потом по темноте где-то полтора-два часа спускаться по ступенькам среди джунглей и обезьян. Либо ночевать на горе, либо тогда уже закат встречать где-нибудь в другом месте. Мы не опоздали на канадную дорогу, это чудо. Нам не придется идти пешком по лестнице в ночь. Назад проверяли билетики, чтобы не получилось так, что мы, допустим, сюда пришли пешком, а назад хотим спуститься на канадной дороге. И вот этот разгон. Такой еще тут разгон. Такой еще тут разгон. Получается так, что мы обратно вернулись на дамбу, потому что здесь открывается самый лучший вид на закат. В завершение вечера мы приехали в ресторан, который специализируется исключительно на талли Нам принесли сразу кувшин с чем-то молочным Налили это все в стаканчики А вот этот большой поднос, это все исключительно салаты И сейчас нам будут раскладывать Даша говорит, что не хочет есть острое, потому что у меня уже живот болит от этого А я говорю, что она себя накручивает Даша, на крайне ты можешь тушить пожар молочными продуктами Капусечка, смотри, тут есть Он сначала на пробу надевает Да, сначала накладывать, чтобы ты потом определилась и выбрала то, чего ты хочешь еще и что ты есть уже не хочешь Теперь очередь за чипати Вот, смотри, хвостяшечки, чипсики Даша, ну ты не хотела заходить? На самом деле надо, потому что тут, видишь, такая очень необычная подача Так, смотри, есть еще и такое чипати Да, и такое тебе И вот такое Какое хочешь И печенька даже есть Овсяшечка Так, ну смотри, а следующий парень идет с супом С супом Так, наливает супец У них тут очень много людей работает, заметь И вот, вот, вот еще, подожди Так, это заключительное блюдо С перчиком, смотри мне Опа, все, надо Белый суп Итак, в общем, все, стол накрытый Сейчас мы дегустируем Что нам понравилось Заказываем и едим То есть это, в принципе, до бесконечности Можете есть, есть Пока не удается После того, как мы поели, вышли Нам вот дали буклетик Застопримечательностями города А поели мы на 300 рублей Здесь уже чаевые, вот я смотрю, включены Да 15 рублей всего Что тут посмотреть интересного? Мы все посмотрели? Все посмотрели У нас что, выпуск из кровати будет заканчиваться? Да, а что? Вернусь домой Все, и надо закончить Может, слишком много наснимали Так что, кто досмотрел выпуск до конца Обязательно напишите комментарий Поставьте лайк Подпишитесь на канал Поставьте колокольчик Чтобы не пропустить видео Мы, как всегда, с вами не прощаемся Говорим вам до свидания И увидимся с вами в следующем выпуске Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok